Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Друг вместо Баси Догхантером в Сочи запретили отстреливать собак. Постановление вынесла судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда. Лейся песня о новый сезон. В фестивальном стартует раньше срока. Готовятся концертные залы к своему 40-летию. О планах и новой афиши рассказал вновь назначенный директор. В Сочи отметят Наурыз на один праздник. В многонациональном городе станет больше. Отметить Новый год по казахскому календарю сочинцев приглашает новая национальная община. Воинский долг, честь и судьба. Такой стала тема урока мужества в 14-й школе. Урок истории учащимся провел Герой России. Сегодня годовщина интронизации патриарха Кирилла. Десять лет назад он был официально избран предстоятелем и главой Русской Православной Церкви. В Кремле прошло торжественное собрание. Со знаменательной даты патриарха поздравил Владимир Путин. Во время своего выступления президент заявил, что власть продолжит созидательное партнерство с Церковью во всех значимых областях. Перед Россией сегодня масштабные вызовы и амбициозные цели. Без преувеличения исторические задачи в демографии, в социальном развитии, в повышении качества жизни людей, в работе по достижению прорыва в экономике, науке, в технологиях. Но мы хорошо понимаем, чтобы добиться новых рубежей, нам важно сберечь свою идентичность, наше единство и солидарность. А они строятся на тех ценностях, которые во все времена почитались и православием, и другими традиционными религиями России. Нам представляется возможность обсуждать очень многие проблемы, которые волнуют и наш народ, и общество, и, конечно, Церковь. И, наверное, за всю историю России, я не побоюсь сказать так определенно, впервые выстроились такие отношения между Церковью и государством. Потому что даже во времена Российской империи, где Церковь была государственной, Церковь не имела равного партнера в лице государства. Она всегда была подчинена тем или иным государственным институтам. После торжественного собрания в Кремлевском зале Вениамин Кондратьев лично поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации. Губернатор отметил, что святейший патриарх возглавил РПЦ в нелегкое для России время и сделал для страны очень многое – от строительства новых храмов до программ помощи нуждающимся. В Москве обсудили вопросы подготовки Российского инвестиционного форума в Сочи. В столице согласовали его деловую программу. Краснодарский край на Сочинском инвестфоруме представит концепцию «умный город», а именно проекты цифровизации. Сочи, Краснодар и Новороссийск, которые стали пилотами федерального проекта, будут объединены в общую экспозицию. Площадь стенда составит около 180 квадратных метров. Там будет продемонстрирована цифровизация в жизни городов – «умный ЖКХ» и «умный транспорт», сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Среди проектов в формате интерактивных презентаций будут представлены телемедицина, система управления транспортными потоками, система интеллектуального управления ЖКХ. Цель – показать не только перспективу развития крупнейших краевых агломераций, но и новую инвестиционную политику региона. Муниципалитеты покажут отрасли, в которых готовы сотрудничать с инвесторами, а также результаты, которые они ожидают от реализации инвестпроектов. Как сообщалось ранее, на инвестиционном форуме в Сочи Кореновский район представит проект в цехах хлебобулочных изделий. Мостовской район – проект рыбоводческого хозяйства по выращиванию форели на 310 миллионов рублей. Кроме того, на Сочинском форуме будет представлен проект строительства винодельческого завода в Анапе. А вот Сочи представит шесть основных проектов, общая сумма инвестиций по которым превышает 7 миллиардов рублей. Это в том числе энергосервисный контракт Лазаревского района, строительство торгового, лечебно-оздоровительного центра, реконструкция пансионата «Олимпийский», социальный проект по созданию реабилитационного центра ипотерапии, проект размещения апарт-комплекса музея «Северный Кавказ». Напомню, российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 14 по 15 февраля. На Кубани за 10 лет из ветхого и аварийного жилья переехало больше 12 тысяч человек. И в рамках национального проекта до 2024 года будут переселены еще почти 2500 жителей края. Об этом сегодня заявил Вениамин Кондратьев на встречу с председателем комиссии Общественной палаты России по ЖКХ строительству и дорогам Игорем Шпектором. Губернатор также рассказал, что в крае около 130 домов блокированы застройки. Строения с отдельным входом в каждую квартиру, не имеющие общедомового имущества. Они не попадают в федеральную программу переселения Минстроя. Краевые власти уже обратились в ведомство с предложением включить такие дома в соответствующий список. Глава региона надеется на поддержку Общественной палаты России в этом вопросе. Что касается ветхого аварийного жилья, Край, конечно, занимается этой проблемой. Благодаря, опять-таки, федеральной поддержке. Около 12 тысяч мы расселили жителей вот такого ветхого аварийного жилья. Но, конечно, это недостаточно, потому что еще огромное количество людей, которые тоже надеются и ждут, надеются на эту федеральную программу в первую очередь. Проблема в том, что в программу не попадает блокированная застройка. Вот поэтому я думаю, что давайте вот этот вопрос уже, может быть, обсудим, насколько возможно скорректировать программу в этой части. Я думаю, что будет несправедливо, если эту категорию людей мы оставим за программой. Вместе с членами Общественной палаты Краснодарского края на протяжении нескольких дней Игорь Шпектор оценивал, как в Кубанской столице устроена работа водо- и теплоснабжения. Общественник рассказал губернатору, что в Краснодаре есть болевые точки, но в целом остался доволен результатами инспекции. Надо дать должное вам, что сегодня у вас, скажем, воду подвергают обезжелезиванию. Очень многие получают воду из скважин. Это железо всегда есть, там присутствуют и другие металлы. Ну, железо, отложения в сетях, закупорка сетей малых диаметров в домах, и потом эти жалобы. Но вы делаете это, это очень здорово. Глава региона, в свою очередь, отметил, что общественная палата для краевых властей сегодня – это связующее звено, которое помогает наладить диалог с населением. Высокая скорость обработки данных, точные анализы и современная система контроля. Сразу пять районных больниц Кубани получили новейшее медицинское оборудование. Сегодня в Кореновской районной больнице состоялось торжественное вручение сертификатов на получение биохимических и гематологических анализаторов. Вся техника была приобретена по благотворительной программе Каспийского трубопроводного консорциума. Приборы и аппараты уже установили в медучреждениях и даже опробовали. Поздравить главврачей вручить сертификаты приехали вице-губернатор Анна Менькова, министр здравоохранения Евгений Филиппов и генеральный директор КТК Николай Горбань. Анна Менькова рассказала, что КТК уже много лет оказывает краю серьезную социальную поддержку. Еще до того, как национальный проект здравоохранения стартовал, в прошлом году на один миллиард рублей приобрели в Краснодарском крае различного рода оборудование. Но в большей степени это тяжелое оборудование, которое необходимо было сегодня краевым больницам. Я хочу сказать, вы знаете, что у нас в Краснодарском крае есть надежный партнер Каспийской трубопроводной консорциума. Единственный сегодня, кто работает с нами в плане оснащения медицинским оборудованием районных больниц. Это действительно для нас очень серьезная поддержка для нашего регионального бюджета. И самое главное, что это оборудование, которое поставлено сегодня в больницах, даст возможность ставить правильные диагнозы. Политика нашей компании, согласованная акционерами, гласит о том, что в регионах присутствия мы должны обязательно рассматривать социальные вопросы и принимать участие в жизни наших регионов. Это, конечно же, не какой-то альтруизм в том числе, потому что у нас находятся здесь нефтеперекающие станции, здесь идет наш трубопровод, и, естественно, работают наши работники, живут их семьи. Компания КТК много лет реализует социально-благотворительную программу в сфере здравоохранения на территории Кубани, помогает городам и станицам, расположенным в районах прохождения магистрального нефтепровода. Так и сегодня сертификаты на лабораторную технику получили представители пяти муниципалитетов – Кореновского, Абинского, Тбилисского, Красноармейского и Усть-Лабинского районов. Суд запретил докхантерам из БАСИ отстреливать собак. Постановление вынесла судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда. Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку после обращений местных жителей, которые жаловались на докхантеров. Выяснили, что ООО «Служба БАСИ» на основании заключенного с администрации Адлерского района контракта отлавливала безнадзорных домашних животных, нарушая требования. То есть умершвляла собак после отлова без предварительного содержания в течение полугода, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Прокурор подал иск в суд о запрете деятельности по негуманному умершвлению животных. Летом прокуратура запретила компании использовать препарат Адилин. Затем мэрия Сочи расторгла договор со службой БАСИ. Объявили новый конкурс на заключение муниципального контракта на регулирование численности безнадзорных животных в Сочи, его выиграла автономная некоммерческая организация «Друг». Полиция нашла водителя, сбившего шестилетнюю девочку и уехавшего с места ДТП. Мужчина утверждает, место дорожно-транспортного происшествия он покинул только после того, как пострадавшего ребенка забрал родственник. Как сообщает пресс-служба УВД Сочи, два дня назад в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что во дворе многоквартирного дома ее шестилетнюю дочь сбил неизвестный мужчина и скрылся с места происшествия. Марку автомобиля она назвать не смогла. Сотрудники полиции установили личность водителя, сбившего ребенка. Им оказался 22-летний сочинец. В отделе ГИБДД мужчина сообщил, что избежать наезда не было возможностей, так как ребенок выбежал прямо под колеса из-за припаркованного автомобиля. Мужчина остановился и попытался найти родителей, чтобы отвезти девочку в больницу, но ребенка забрал родственник, который в больницу ехать отказался. Вы обязаны были сообщить о случившемся в полицию, вызвать, ожидать прибытия сотрудников для оформления данного происшествия, также записать очевидцев, телефоны, адреса. Административным кодексом Российской Федерации предусмотрена статья 12.27, часть 2-я, оставление места дорожного транспортного происшествия, которое предусматривает лишение права управления от года до полутора, либо до 15 суток ареста. Но это принимает решение судья. К слову, у 6-летней девочки после ДТП ушиблены раны мягких тканей. Ее здоровью ничего не угрожает. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 2 февраля в Сочи переменная облачность, возможен небольшой дождь, ночью температура воздуха плюс 6, плюс 8, днем 11-13, выше нуля. Открылась кафе кубанской кухни «Кось-Кось» – лучшие кулинарные традиции нашего региона. Центр Сочи, Воровского, 4. Чтобы были сытыми и здоровыми, в центре Сочи открылось новое кафе. Жареный карп, холодец, вареники. Кафе кубанской кухни «Кось-Кось». Воровского, 4. Вкусно, как дома. В Сочи на одну нацобщину стало больше. На заседании Совета национальных объединений курорта представили новое объединение – «Казахское». Обсудили руководители диаспоры планы на 2019 год. Это и новые проекты, и, разумеется, полюбившиеся уже сочинцам традиционные этнофестивали. Для многонационального Сочи подобные мероприятия во главе угла. Ну а совещание состоялось в администрации города. Задачи общин похожи на задачи сразу нескольких отраслей городской администрации. Работа с молодежью, участие в городских фестивалях, конкурсах, развитии и сохранении национальной культуры. Представители диаспоры принимают самое активное участие в жизни города. Не прошли без сочинцев разных национальностей и все событийные мероприятия в 2018-м. Это и день города, и день народного единства, и, разумеется, чемпионат мира по футболу, благодаря которому гости Мундиаля увидели весь колорит многонационального Сочи. Что для нас, для всех, скажем так, самое примечательное, и это результат плодотворной нашей работы, это, скажем так, активное участие, в первую очередь, я бы даже сказал, это обеспечение общественного порядка в городе Сочи. Результаты работы, в том числе и по представлению города, как многонационального нашего города, были созданы с обеобразной точки активности. Это и Лазаревский, наш центральный, который принимал, ну и все-все-все наши жители города Сочи. А все наши жители города Сочи – это все мы. Поэтому всем-всем-всем большое спасибо. Международные мероприятия отгремели, и теперь самое время сделать акцент на городские. Каждая община поделилась планами и рассказала о ближайших национальных праздниках. Грузины, осетины, адыги, узбеки, татары, немцы, сибиряки, эстонцы, евреи, белорусы будут отмечать их масштабно, по всем традициям и обычаям, но с сочинским акцентом. Напомню, в нашем городе проживают более ста национальностей. Это тысячи человек, для которых Сочи стал родиной. Итак, ближайший праздник, который соберет сочинцы в разных национальностях – Казахский наурыз, то есть Новый год. Отмечается он 22 марта. Наурыз, символизирующий весеннее обновление, станет первым праздником казахской общины в Сочи. О создании новой диаспоры заявили на заседании Совета национальных общин курорта. Наверное, все выходцы из Казахстана, которые находятся здесь, а здесь их в Сочи довольно-таки много, им это очень близко. То есть и кухня, и традиции, и многие праздники, потому что в Казахстане мы привыкли отмечать и казахские национальные праздники, и русские национальные праздники. И я так думаю, что эти традиции должны прижиться здесь, в Сочи. Помимо празднований нац-общины курорта занимаются и внешнеэкономической деятельностью. В прошлом году члены Совета с сочинской иранской общиной посетили Иран. У нас получилась хорошая туда программа, и я очень надеюсь, что наша просьба о отмене виз. Мы достучались до сердец МИДов, и уже вынесено предписание о необходимости это сделать. Побывали с деловым визитом и в Турции. И там рассматривались вопросы возобновления морского сообщения с Турцией и Сочи. И тоже подвижка произошла. Это новое направление, которое в прошлом году мы все вместе запустили, оно требует предложения, оно уже начало давать маленькие плоды. Это очень важно для нас, сочинства, для нашего края, для нашей России, для тех республик, для тех стран, с которыми мы наводим подобные контакты. В Новый год с новыми планами, а вот задачи, отмечает руководство Сочи, и должны быть неизменны. Это единство и согласие сочинцев. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Фестивальный отметит юбилей с новым руководителем. Своё 40-летие главный концертный зал Сочи встретит в новом формате. О планах, нововведениях и возрождении старых сочинских традиций в фестивальном в интервью нашей телекомпании рассказал Андрей Безроднов. Это только на первый взгляд кажется, что зимой фестивальный как будто спит. На самом деле, работа здесь не прекращается круглый год. Зал активно готовится к сезону концертов. Рабочие ремонтируют проводку, крышу приводят в порядок, кресла штукатурят. Концертный зал – это единственное видимое. Зрителю часть большого семиэтажного здания, которое требует постоянного ухода. Все работы нужно успеть до 1 мая, рассказывает новый директор фестивального Андрей Безроднов. В этом году сезон здесь откроют раньше обычного. На май уже запланировано три концерта. Сегодня в полной уже мере идет подготовка к курортному сезону, к летнему сезону. Уже процентов на 30-40 составлен график артистов. Появилось большое количество в период после Олимпийского наследия других залов. Но все равно концертный зал фестивален, он пропитан вот этой аурой летнего отдыха. И до сих пор у каждого гостя нашего города есть добрая традиция во время отпуска хоть один раз посетить один из любимых концертов. Концертный зал фестиваля был открыт в 1979 году. Сегодня это визитная карточка курорта. В июле зал отпразднуют юбилей – 40 лет. Круглой дате фестивальный готовит подарки своим зрителям. У нового руководства много планов по развитию площадки. В частности, проводить больше массовых мероприятий. В том числе возродить популярный в советское время фестиваль «Красная гвоздика». Воинский долг, честь и судьба. В Сочи сегодня в рамках краевого патриотического месячника прошли уроки мужества. В 14-й школе в завокзальном районе сегодня встречали высокого гостя – героя России Павла Сюткина. Кстати, ветеран Великой Отечественной – частый гость в этой школе. Все подробности в нашем следующем материале. Какой гость, такой и прием. Участника Великой Отечественной войны Павла Сюткина встречают громкими аплодисментами. Он почетный и самый желанный гость в 14-й школе. Пример для каждого, говорят школьники. Павел Сюткин любил акробатику и даже мечтал стать цирковым артистом. Но ушел на фронт добровольцем в 42-м и прошел путь от Брянщины до Восточной Пруссии. Пять раз горел в бронемашине, пережил ранения и контузию. Его оберегала судьба. Столько, сколько он выживал на полях боев, наверное, выживали единицы. Павел Павлович, можно его назвать иконой доблести и чести и любви к родине, патриотизма. Павел Сюткин – герой России, хотя звание получил за защиту Советского Союза. Звание Героя СССР Сюткину должны были присвоить еще в 45-м, но из-за ошибки в документах это случилось лишь в 2008-м. Сегодня Сюткину 97, но он также, как и в 40-е, на переднем крае борьбы. Но уже за сердца и умы молодого поколения ветеран активно занимается патриотическим воспитанием. Павел Сюткин – частый гость в 14-й школе. Его здесь всегда ждут с нетерпением, особенно ученики с 7-го А, который с гордостью носит его имя. Они с ним знакомы, они с ним растут, они успели от него набраться того позитива, юмора и ответственности, в то же время доблести и чести, которая им нужна. Это те моменты, с которыми они входят в жизнь. А еще ученики этой школы одними из первых в Центральном районе примкнули к рядам юнормейцев. Словом, патриотическому воспитанию здесь уделяют большое внимание. Действительно, в наше время дети не ценят воспоминания, многие не знают, что произошло в то страшное время. И это движение действительно должно существовать. И для меня на самом деле большая честь, что я вступила в него. К сожалению, сейчас происходит фальсификация истории, многие пытаются менять. На примерах героев, на примерах ветеранов можно прочувствовать именно всю эту атмосферу, все эти события, переживания. У войны нет срока давности. Стоит забыть уроки истории, и она снова может прийти в каждый дом, считают школьники. А получить уроки истории от участников войны – это бесценно. Именно такие занятия остаются в памяти и уже никогда не будут забыты. Инга Габешия, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...